МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они стоят на страже нашей Родины в самых первых рядах. В поселке Октябрьский открыли мемориал воинам-пограничникам. Первый день лета и вместе с тем день защиты детей. В этот день прошло сразу несколько мероприятий для подрастающего поколения. Здравствуйте! В эфире новости Бугучанского телевидения. В студии Александр Можеванов. И теперь обо всем более подробно. В районной администрации прошло еженедельное совещание глав поселений и руководителей предприятий. Подробности в сюжете далее. Первым вопросом на совещании вновь подняли тему увеличения нормативов на потребление тепла от котельных районов. Заместитель директора управляющей компании «Бугучан Жилкомхоз» Владислав Дмитриев рассказал главам, что у абонентов есть выход, чтобы избежать резкого увеличения платежей и начать экономить. Счетчики на тепловую энергию можно ставить уже сейчас. Самый лучший способ – это поставить прибор учета тепловой энергии, который будет отображать фактическое получение тепловой энергии данным абонентам и, соответственно, плата по ней будет осуществляться только за то, за что платишь. Как показывает практика, в 90% случаев расчетные значения выше, чем реальная получаемая тепловая энергия, что показала установка в социальных учреждениях, школах. Там, где, скажем так, правильно организовано, в принципе, у всех есть экономия. Установку теплощетчика можно произвести своими силами, так и силами управляющей компании. Причем компания «Бугучан Жилкомхоз» может даже оказать эту услугу в рассрочку, чтобы пойти навстречу своим абонентам. Далее озвучили оперативную информацию, а также начальник управления образования рассказала о том, что скоро пройдут военно-полевые сборы для старшеклассников. В ходе сборов изучаются, коротко перечислю, размещение и бытвоеннослужащих, организация караульной внутренней службы, элементы строевой, огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической, биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Ну и, конечно, там организованы спортивные мероприятия и мероприятия по организации досуга школьников. Полевые сборы проходят на территории детского лагеря «Березка» с 6 по 10 июня. На сборах порядка 150 школьников проведут 5 дней, где получат первоначальные навыки военной подготовки. Александр Мажеванов, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», «Богучаны». На территории Богучанского района с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 24 лесных пожара на общей площади 371 гектар. На данный момент действующих лесных пожаров нет, однако в районе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с тем, что впереди наступят солнечные жаркие дни и высокая угроза возгорания. На сегодняшний день на территории Богучанского района введен особый противопожарный режим. Связано это прежде всего с тем, что большое количество пожаров на территории Богучанского района возникает из-за деятельности человека. Конечно же, мы своим постановлением запретили производство огнеопасных работ. Надеемся, что жители и лесозаготовители лесных участков будут соблюдать все элементарные правила пожарной безопасности для того, чтобы снизить число лесных пожаров. Уважаемые жители Богучанского района, при посещении леса убедительная просьба соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. При обнаружении лесного пожара необходимо звонить в пожарную часть, в контору лесничеств и в единую диспетчерскую службу Богучанского района. Самые протяженные границы в мире у нашей страны. Ответственность за охрану рубежей несут на себе пограничники. И они не раз доказывали ценой своего здоровья и жизни, что через границу нашей Родины перейти практически невозможно. За их честь и отвагу в поселке Октябрьский открыли мемориал, посвященный воинам-пограничникам. Монумент является символом чести и отваги всех поколений пограничников, достойно выполнивших свои боевые задачи и в мирное время... День пограничника – один из главных праздников российской армии. Ведь именно на рубежах нашей Родины нужна самая особая защита от внешнего врага. Практически в каждом поселке нашего района найдется тот, кто служил в пограничных войсках. И по себе знают они, какая-то нелегкая задача – держать границу на замке. Пограничники никогда не отступают и никогда не сдаются. Как это было в июне 1941 года, когда во время начала Великой Отечественной войны ни одна погранзастава не отошла от линии государственной границы. И в послевоенное время, в конфликтах на острове Даманский в 1969 году, а также в республике Таджикистан. Братство пограничников в поселке Октябрьский насчитывает на один десяток человек. И благодаря их стараниям при поддержке местной власти и был построен этот мемориал. В честь открытия памятника предоставили самому старшему поколению пограничников. Гражья сила будет биба на переднем рубеже, потому что там элита. Сегодняшнее событие стало ярким примером, когда на самом деле инициатива пошла от замечательных парней, от пограничников, когда они на самом деле приняли решение создать такое знаменательное для себя место, которое будет служить для всего подрастающего поколения хорошим примером для всех жителей Окучанского района. Пограничники были и будут оставаться для всех примером доблести, чести и отваги. А этот мемориал будет вновь и вновь напоминать всем жителям поселка о том, что границы нашей родины под надежной охраной. И как дань памяти тем, кто всю жизнь свою связал с охраной границ, к мемориалу возложили цветы. Пограничники У пограничников есть такая традиция. Каждый год в свой праздник вкапывать пограничный столб со знакомой расцветкой, там, где они будут отмечать этот день. Но теперь у пограничников поселка Октябрьский есть свое место для встреч, где они смогут снова вспомнить времена своей службы и рассказать об этом молодому поколению. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». В Красноярске прошел форум систем безопасности «Антитеррор». Сотрудники спецслужб продемонстрировали свои навыки в борьбе с преступностью, а также показали новые разработки в сфере антитеррористической деятельности. Подробности в сюжете наших краевых коллег. Так, благодаря слаженным действиям сотрудников ДПС, опасные преступники обезврежены. Сегодня инсценировка нападения – часть показательных выступлений полицейских. Таким необычным действом открылся форум современной системы безопасности «Антитеррор». Но мы и в течение всего года стараемся, чтобы работа по вселению безопасности нашей жизни, нашей работы, нашей жизнедеятельности была максимально высокой. На три дня Красноярск стал площадкой всероссийского масштаба, на которой решаются наиболее важные вопросы безопасности и демонстрируются новейшие разработки в сфере охраны и антитеррористической систем. Сегодня вопросы противостояния терроризму волнуют не только взрослых, но и детские умы. Поэтому в рамках мероприятия подвели итоги конкурса детских рисунков «Скажи террору нет». Лучшие маленькие художники со всего края получили ценные подарки из рук губернатора Виктора Толоконского. Вот они, ребятишки, которые принимали участие в конкурсе. Вам вручается сертификат на получение жидкокристаллического телевизора и DVD-плеера с караоке. Традиционно активными участниками форума стали различные подразделения Главного управления МВД по Красноярскому краю и прочих силовых структур. И несмотря на то, что мероприятие проходит вот уже 12 лет подряд, каждый раз на суд общественности представляют только самые последние разработки и достижения в сфере безопасности. Сейчас уже на данном сцене представлены беспроводные извещатели, которые работают по радиоканалу и могут устанавливаться в квартире без проводов. Также комплекс приемоконтрольных приборов, которые уже работают по Wi-Fi модулям. Есть возможность установки на мобильный телефон, работающий на системе Android, Bluetooth-приложение, которое будет позволять, не прикасаясь с приемоконтрольным прибором, ставить квартиру, снимать квартиру с охраны. Сотрудники вневедомственной охраны рассказывают посетителям о том, как защитить свое жилище от посягательства злоумышленников. Работники Народного музея ОВД демонстрируют коллекцию боевого оружия разных лет, которая вызывает повышенный интерес у представителей сильного пола. А вот дорожным полицейским одного стенда для демонстрации своих наработок оказалось слишком мало, и они заняли весь павильон. Сотрудники госавтоинспекции подготовили для всех посетителей форума целый город безопасного дорожного движения. Самым активным ребятам полицейские предлагают проехать на велосипеде настоящую полосу препятствий, а также попробовать поуправлять автомобилем на специальном автосимуляторе. А вот у автолюбителей со стажем есть шанс не только освежить в памяти правила дорожного движения, но и проверить свои задолженности по штрафам. У нас на площадке можно будет узнать, как правильно оформить автопроисшествие без участия сотрудников ГАИ. Плюс мы сделали новую локацию по информированию людей о видеофиксации нарушений. Сегодня есть уникальная возможность всех гостей нашей площадки узнать, как попадает автомобиль-нарушитель в поле зрения в приборах фотофиксации, и как выглядят письма счастья. У самых юных посетителей форума каждый предмет вызывает неподдельный интерес, поэтому ребятишек сюда приводят целыми классами. Для педагогов посещение форума стало доброй традицией. Мне нравится разнообразие, потому что получается 7 лет с теми детьми, и вот это восьмой раз я на подобных мероприятиях, каждый раз что-то новое, неожиданно изумляющее. Ну, казалось бы, я уже увидела все, да, много раз, а нет. Главное, понимаете, потрогать, полазить, вот это очень важно для детей. Параллельно с работой площадок, самые неравнодушные участники форума заняты почетным делом, сдают кровь в передвижной станции переливания. Стражи порядков стали в ряды доноров одними из первых. Более 60 полицейских пополнили банк крови почти на 30 литров. Вторые и третьи дни мероприятия прошли под знаком научно-практической конференции, посвященной противодействию терроризму. В ней приняли участие специалисты отрасли из разных городов нашей страны. Подводя итог, важно отметить, что только общими усилиями мы сможем сделать наш город, край и страну безопасными и комфортными для жизни. Давайте строить наше будущее вместе, а наши защитники нам в этом помогут. Сейчас настало время рекламы, она будет короткой, не переключайтесь. Внимание у покупателей! Огромный выбор фруктов и овощей вы найдете в магазине «Фруктовый рай». 18 сортов яблок, бананы, груши, мандарины и апельсины оптимы в розницу по доступной цене. Всегда свежие овощи, а также натуральный сок и сухофрукты. Садоводам на заметку, здесь вы можете купить корни розы и лук-сивок. Для вашего удобства предусмотрен расчет по картам оплаты. Вас ждут по адресу. Улица Андрея Толстых, 1, бывшая база Росоюза. Работаем с 7 до 20.00. Пассажирские перевозки «Экспресс-Диамант» отправляются ежедневно в 9.00, 15.00 и 20.00 от магазина «Диамант». Адрес переулок Андрея Толстых, 1. Звоните по телефону диспетчер 8 923 342 19 33, телефон доверия 8 950 970 44 79. «Финэксперт-24» – законное решение кредитных проблем, реальная помощь кредитным должникам, возврат страховок, оптимизация кредитов, списание долгов. Мы поможем вернуть ваши деньги, скинуть кредитную удавку, начать жизнь с чистого листа. Звоните 8 950 970 44 79. Внимание, внимание, уважаемые дети! На стадионе «Ангара» вас ожидают первые летние плазни. Приглашаются веселые, добрые и разоцветные дети. Можно взять с собой и родителей. Не пропустите! Праздник детства! Добро пожаловать! Сегодня день защиты детей. Он отмечается во многих странах мира как Международный день детей. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 25-м году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. И тем не менее, нетрудно догадаться, почему эта дата прижилась. Первый день лета самой счастливой детской поры. Долгие летние каникулы, теплые дни располагают массовым мероприятием на свежем воздухе. Большая праздничная программа празднования Дня защиты детей в Бугучанах была запланирована на воскресенье 29 мая. Но из-за ненастной погоды перенесена на предстоящую субботу, 4 июня. Выходной день был выбран для того, чтобы как можно больше богучанцев смогли получить удовольствие от праздничной программы. Прийти на стадион целыми семьями. Организаторы подготовили много сюрпризов. Будут работать интерактивные площадки, аттракционы, конкурсы, праздничный концерт и многое другое. Начало программы 4 июня в 12 часов. По прогнозу погоды ожидается теплая солнечная погода. Книжное лето было торжественно открыто сегодня на площади перед Центральной районной библиотекой. Традиционно этот праздник под названием «Книжное лето» проходит в День защиты детей. В библиотеке с нетерпением ждут своих юных читателей. Готовят для них различные мероприятия, конкурсы, поощряют постоянных читателей и привлекают новых. Летние каникулы – это период, когда книги читаются для души и в удовольствие. Для юных читателей провели игры, конкурсы со сладкими призами. На площади перед Центральной районной библиотекой шумно и весело. Это самые юные читатели собрались в День защиты детей на открытие книжного лета. Районная библиотека каждый год встречает таким образом своих долгожданных читателей. Именно летом в каникулы у ребят будет больше времени для посещения библиотеки. Огромный чудесный мир книг открывает библиотека перед детьми. А библиотекари – проводники, которые помогают найти в море книг именно те, которые будут интересны отдельно взятому ребенку. Что касается чтения, выяснилось, что это любимое занятие многих девчонок и мальчишек. Я люблю читать всякие интересные книжки, приключения. Мне еще нравится читать Винни-Пух. Мне нравятся интересные истории. Волшебные сказки. Да, волшебные сказки. Например, «Принцесса на горошине». У меня по литературе оценка 5. Техника чтения 160 слов. Люблю читать сказки, истории всякие. Еще очень люблю читать страшилки. Мне очень нравится. Я люблю читать больше всего про войну и про технику. Мой папа иногда читает про технику, а моя мама там поваренные книги. А моя сестренка только будет учиться читать. Чтение летом – это не только приятное времяпровождение, но и хорошая подготовка к школе, убеждены педагоги. Мне хочется на сегодняшний день всем родителям, ученикам пожелать прекрасного летнего чтения. Мне хотелось, чтобы дети не забывали в летний период, что нужно каждый день читать. Потому что чтение – это основа всего образования. Если ребенок хорошо читает, и он, конечно же, справится с любыми предметами, ему будет интересно читать много разных книг, везде участвовать, быть счастливым, активным, удачным, успешным. И все это благодаря чтению. Для своих читателей библиотека провела веселую, яркую, познавательную программу, где за правильные ответы детвора получала сладкие призы. Ну а дальше будет только интереснее. Организаторы распланировали все летние месяцы. Дорогие ребята, любите ли вы мечтать, читать, фантазировать, творить? Детская библиотека приглашает вас принять участие в книжном лете 2016. Для вас ждет увлекательное путешествие в мир книг. С 1 июня по 25 августа мы вас приглашаем в детскую библиотеку. Евгения Шамренко, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» и «Богучаны». Литературная ночь пройдет в Центральной районной библиотеке в предстоящую пятницу. Культурная акция по таким названиям посвящена Пушкинским дням и дню рождения великого Александра Сергеевича. Акцию планируется провести на открытой площадке перед библиотекой. Приглашаются все желающие. Я памятник воздвиг себе нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прав переживет и тленье убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пеит. Уважаемые жители Багучан и гости нашего села, Центральная районная библиотека впервые проводит культурную акцию «Литературная ночь», посвященную Пушкинскому дню России. 3 июня с 19.00 до 23.00 на площадке у Центральной районной библиотеки состоится большой литературный праздник. Вас ждут необыкновенные встречи и события пушкинской эпохи. Наш праздник будет интересен разным поколениям, а особенно молодежи. Мы ждем вас 19.00 3 июня в Центральной районной библиотеке. Школьники на каникулах без дела не сидят. С началом лета начинают свою деятельность трудовые отряды старшеклассников. Сегодня прошел первый слет трудовых отрядов в этом году, где ребята поучаствовали в конкурсах и проверили свои силы в спортивных состязаниях, для того, чтобы узнать, готовы ли они трудиться на благо своих поселков. Подробности в срежете. У нас в крови адреналинный наш отряд и победим! Молодцы, поселок Остебричный! Попробуем! Девиз всегда был настоящей движущей силой для человека. И старшеклассникам, принимающим участие в трудовых отрядах, без девиза тоже не обойтись. Ведь им за месяц, которые они будут трудиться, надо стать настоящей сплоченной командой, которая будет любое дело по плечу. Ну, я, конечно, очень приятно удивлен, что у нас в районе много таких слов инициативных, инициативных, и порядочных молодежи, которые хочут заниматься благоустройством своих поселков, то есть тех населенных пунктов, где они живут. Ну, могу вам пожелать только удачи в вашем трудовом поприще. В начале слета – короткая проверка знаний инструментов, которые они будут использовать при работе на своих территориях. Но знать инструменты – это одно, а самое главное – уметь их правильно использовать. Труда молодые старшеклассники не боятся, и пользоваться инструментами умеют, ведь дома они всегда самые главные помощники. Сам умеешь что-то своими руками уже делать дома, по хозяйству? Ну, конечно. Например? Ну, вообще все, ну, практически. Ну, все, все. Забор нормально сделать, там, машины починить, что-то подобное. То есть ты никакой работы не боишься? Нет. Какие вещи хотел бы ты для своего поселка сделать своим отрядом? Ну, тротуары можно где-нибудь сделать, покрасить что-нибудь. То есть ты работы не боишься? Нет. Задачи ребят хватит надолго, ведь в каждом поселке есть свои проблемы по благоустройству, которые трудовым отрядам предстоит решить. У нас много планов запланировано. Нам привезли в этом году площадку детскую, и мы ее будем с помощью детских сил устанавливать. Сил хватит? Надеюсь, что хватит. Так-то у нас в основном мальчишки и две девочки. А проверить свои силы и сноровку старшеклассники смогли на небольшой спартакеаде, которая не только настроила ребят на работу в команде, но и выявила среди них самых сильных, быстрых и ловких. На самом деле забавляться весь трудовой месяц у ребят не получится. Каждый из них должен приложить максимум усилий, чтобы сделать свой поселок чистым, комфортным и уютным. И, конечно, за свой труд они получат настоящую зарплату. Для многих из них она станет первой в жизни. Уже с завтрашнего дня к работе приступит 80 человек. Это ребята, которые работают в трудовых отрядах главы Богучанского района. И зарплату они получают из бюджета Богучанского района. Краевые отряды, которых нынче шесть, они приступят к работе с 16 июня и 30 они закончат. То есть 30 заканчивают у нас все общим таким слетом закрытия трудового сезона. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр» Богучаны. В детских садах прошли выпускные вечера. Для каждого ребенка и тем более родителей это волнительный момент, переход к школьному периоду. Родители и воспитатели стараются сделать для детворы особый праздник, запоминающийся. Это самый первый выпускной. Впереди много нового, интересного. Большая и насыщенная школьная жизнь. Но беззаботные счастливые годы, проведенные в детском саду, незабываемы. Оттого выпускные проходят так трогательно, одновременно с улыбкой и слезами родителей. Этого момента девчонки и мальчишки ждали с радостью, ведь они большие и стоят на пороге школы. И с грустью, ведь придется расстаться с детским садом и воспитателем, которых иначе, как вторые мамы, и не назовешь. Прощание с детским садом – особенный праздник для каждого. На подготовку к нему немало времени ушло и детворы, и у родителей, и, конечно, у воспитателей. ПЕСНЯ 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 Воспитатели постарались сделать сценарий оригинальным, чтобы запомнился и выпускникам, и родителям. Еще недавние малыши сегодня, они серьезные и повзрослевшие. Сказочную страну детства пришла пора покинуть, ведь впереди полное открытие – школьная жизнь. Когда вы маленькими были, в стране малышек тоже жили. Теперь пришла пора прощаться вам с детским садом дорогим. Будет школа очень рада первоклассникам таким. Ими любуется весь зал. Нарядные платьицы и бантики, наутюженные брюки и рубашки. У девочек невероятно красивые прически, ради которых пришлось провести перед зеркалом не меньше часа. Ведь это последний праздник в детском саду. Будет много других, но этот – самый трогательный. «Я люблю тебя, мама, я люблю тебя, дочка, я всегда тебя буду любить. Я люблю тебя, мама, я люблю тебя, дочка». Множество стихов, песен, выпускники и родители благодарят воспитателей. Воспитатели желают отличной учебы детям. Игры, конкурсы показали, что выпускники уже в саду отлично подготовились к школе. И самое главное, они очень хотят учиться. «Милый сад, пора в дорогу, подросли твои пенцы. Дактор с этого порога разлетят по сторонам цель. А те пилы идут немного, через год мне ведут. Брата младшего и Юшку, я за ручку приведу». Традиционно выпускники дарят подарки, обязательное фото на память. Их по-прежнему ждут в детском саду, но приходить они будут сюда, как гости. Теперь школа станет для них дружной семьей. А о детском саде и воспитателях они сохранят свои самые теплые воспоминания. «Мы те дарни, твоя, твои страны, и нас уходят за собой, париканы. Воспит, весны, 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 вперед, 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 вперед». Евгения Шавренко, Александр Черкашин, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Богучана». Это были все новости на сегодня. Все наши выпуски вы можете смотреть на нашем сайте tv-spektor10.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Приглашаем за рассадой капусты. Цена 13 рублей. Наш адрес – село Богучаны, переулок Маяковского, дом 30, квартира 1, возле магазина «Березка». Телефон – 8902-975-9930. Субтитры подогнал «Симон» Матери сказали, как родители и мать. Пошли лебедь огонять. Как наш лебедь собрался, отбелся, подбелся. Полетел наш лебеди, только улицы один. Гляну, гляну, молодец, нам весом новый крылья. Песня «Симон» Беспрессивая солдарушка, в гости идет, По правой упалою, в душу мёда волонет. А я мёду не пью, ни народу не беру, А я свою солдарыню и ночаю на бою. Я свою накормлю, на весна ротом явлю, На весна ротом явлю, что хорошую люблю. Беспрессивая солдарушка, в гости, Родители Speak Родители Speak Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...